За минувшую неделю зарегистрировано 55 преступлений, половина из которых раскрыты по горячим следам. Среди них кражи, мошенничества, административные, бытовые правонарушения, а также мелкие хулиганства и убийства. Бытовая драма разыгралась в одной из саровских квартир. К 23 сентября в 5.39 зарегистрировано сообщение гражданина С. о том, что в ходе конфликта нанес несколько ножевых ранений, повлекших к смерти. По факту возбуждено уголовное дело по статье убийства, а по статье угон сейчас проходит другой саровчанин. Подозреваемый открыл подручными средствами дверь машины, припаркованной по улице Бессарабенко. Сел в авто и отправился кататься по ночному городу. Одумавшись, он все же решил вернуть автомобиль. Раньше можно было сказать, что ты покататься, и статьи угона тебе не будет. Сейчас такого нет. Сейчас, если ты проехал там, не помню сейчас, сколько-то метров, то это уже угон. Лицо установлено. Им является гражданин А, житель Сарова, 95-го года рождения, ранее судимый. Из 15 ДТП, которые произошли на прошлой неделе, в двух пострадали люди. На улице мостовой водитель маршрутки, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пожилую женщину. В результате пенсионерка была госпитализирована. Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства происшествия и принять соответствующие решения в отношении водителя маршрутки. Сейчас мы разбираемся, что она там делала, двигалась ли она по установленному маршруту, либо водитель с маршрута уехал по своим личным делам. Также под колеса автомобиля попал мужчина, который переходил дорогу около автобусной станции. Пешеход получил легкие телесные повреждения и после осмотра врачами был отпущен домой. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров, 24.